Спасибо, Кэп. Для тех, кто смотрит запись, Сливка играет против DBS DBS, его называют в России DBS, надо еще Буду тебя поправлять всегда Сливка вы видите справа, у него наушники такие из Старворса, как выяснилось Виден, и это хорошо, логотип Касперского На мне не виден Ой, камеру поправили Что вы будете делать, а? Нефиг правильно, чужих спонсоров рекламировать Хоть на щеку лепи Да-да-да Какую татуировочку Прикинь, контракт сразу на 10 лет И татуировку у тебя ключевого партнера, с которым тоже контракт, на 5 лет на щеке Я готов Отличненько А на других частях тела ты готов татуировки сделать? Да Да Цена Ну как ты думаешь, если контракт там на 5 лет, конечно? Да Думаю, 10 тысяч в месяц нормально будет Ну ты наглец Чё, чё это я наглец Какие зарплаты? У кого такие зарплаты? Скажи мне, пожалуйста Ну а ты покажи, кто дешевле себе делает татуировки на щеке Да, тоже резонно Окей А вдруг ты забьёшь на Старкрафт и будешь всем сливать? Это же будет антиреклама Почему? Ну потому что сливаешь всем И что? В Рокскист только чемпионы Ты не знал? Да ладно Ё-моё Ты, кажется, не знаком с идеологией команды То есть всех, кроме фраера, кикнут, что ли? Титан, сливка, поми Всех кикнут Короче, сливки Сливка выиграл Шефа 2-0 Сливка проиграл корейскому протасу Как там? Ё-ми-во или Ё-шкин-кот Ё-н-хва Ё-н-хва Вот Знакомый мне бункер Димски передают привет Аберу И просят передать, что мы его ждём и любим И что его чудное Или чудное Чудное, я думаю Чувство юмора Нам просто необходимо Вот, видишь Вот, видишь, ты хотел сказать то же самое, что я Да? Да Нахожусь в командировке с ноутбуком Включил 3G модем Ура, Майкер Абвер Вся командировка уже не скучна Работа в сторону А жизнь-то налаживается Говорит Android 30 Хорош Да, везёт Хороший интернет с 3G Вот в наше время Я когда пользовался 3G, это было нечто отвратительное ещё Не знаю, как сейчас дела обстоят Тут будет передроп Или банч А что по газу? Передроп, скорее всего Третьего нет Два Хотя нет, банч Газа много Газа много Надо было смотреть не на количество газа, но на то, когда он был поставлен Да Ну тут церанья была, поэтому сложно было определить Гиллионы чекают третью базу Мы болеем за Сливаку За Сливаку, Убиваку Улыбаку В очках Я сказал Я сказал Мы болеем за Сливаку Опухоль в опухоль не отменил К сожалению, опухоль Сливка Столивар Квины отбиваются от Гиллионов Хорош Да, неплохо И роучи в тему тут получится Потому что слингами тяжело было бы Хотя скорость тоже есть Перестраховывается Это не очень хорошо на самом деле Потому что ДБС, как я ему уже говорил, перестал чизить А Эволюшн был? Нет Еще одна опухоль Отменяют Два Эволюшна сразу ставят Сливка Там Уже инвиз есть у Баньши Суть в том, что тут не инвиз нужен Ой, не Эволюшны нужны А Аверсиры Потому что Спорок везде не наставишь И он будет То есть нужно 4 спорки хотя бы поставить Чтобы все законтролить Ну, с другой стороны Лэйр это столько ждать Мог бы чуть раньше заказать Уже был бы Третий ТЦ Кстати, Сэпплай какой-то красивый Смотри, у ДБС стоит на Экспанде Он особо крепкий просто, чтобы бункер прикрывать С рисуночком Лучше бы на бункер бункер еще один кинул Надо апгрейд в инженерке просто сделать На армор и на пустимость бункера Он знаешь какой красивый становится В 6 помещается мариков там, я слышал Да Прикольно Прилетают 2 инвизные Баньши Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 Сливка не реагирует Минус 5, Бэйлинги идут атаковать Баньши Это печально И... Бэйлинги... Еще и сжигают немножко Это с другой стороны нет Там Геллионов больше отдалось Да Ой, минус Квина Ой, минус Бэйлинг Ой, минус 2 Ой, дорого-то как, а? Оверсир почти готов Баньшички-то окупились Уже явно окупились Правда, эти Баньши Вот этот заезд Сагрил сливку на заказ дронов Он просто взял и выбрал хат И СД нажал Прилетает прямо под пушку-воздушка Но пушка-воздушка не успевает стрельнуть Теряются 2 рабочих на газе Сливка замечает, отправляет рабочих на газ Все не есть, так прям очень хорошо Роттердам говорит, что ДБС довольно долгое время И на буткемпе сейчас находится С какими-то корейцами Может быть Ну, с Реалом, видимо Кто там еще из Тайпа у нас В Европе Феникс Ой, хорошо, сейчас гадит, а Смотри, гадит как Да, вовремя Потайно бы четко Немножко кривовато, правда Мог бы значительно Жестче загадить Сливкау Его зовут Сливкау Ну, это Хотя бы не Ксилиджин Как хулигана называли Ксайлиджин Ксайлиджин Или Ксайлиджин, да Ксайлиджин Ну, его по-разному называли Кто-то его на русский манер пытался Ксилиджин называть Ой, врывается И мариновый дроп на третью базу Здесь одна пушка-воздушка Которая стреляет, правда, по медеваку Сносит ему половину хп Но 5 рабочих минус Добыча минус Сливка не успевает 19 рабов он потерял 19 Ну, это он на банчах больше потерял, конечно У него и все равно их 90 Ну, конечно, тенденция Не самая лучшая Я его предупреждал Что будет везде летать, разводить Да, ты говорил, ты говорил Ты говорил, ты говорил Ты говорил Я говорил Ты говорил Я же говорил Ты говорил, говорил Я предупреждал же Ты говорил о том, что говорил Никто меня не слушает никогда Все тебя слушают Просто говоришь, говоришь и говоришь Ну, достал уже, короче 33 рабочих, смотри, я уже потерял И у него не 90, а 67 рабов сейчас Да, видимо я бы не различил цифры просто. На этом дурацком качестве 720p. Адратное у них качество. Да ужасное, ужасное. Хватит это вертеть. Поставлю 720p+. Конечно, конечно. Может, гораздо лучше будет. А то я думал, будет качество гораздо лучше. Очень плохое качество. Не хочет 720p ставиться. Ну, ничего страшного. А, вот поставилось. Ой, плохо. Такой же отстой. Размытый. Да, размытый. Грейды 2.2 тем временем у DBS по лимиту он не сильно проигрывает сливки. Сливка пытается свитчинцев, очень быстрых брудлордов, но у него дроп. А на мэне тоже оставил? Да, оставил. Отличненько. Отличный дроп. Валентин. Классно, классно. Прямо на бейлингов дропнул. И роучи разбираются, и квины стреляются. И здесь оставил. Хорошо взорвался. Красавчик. Сливака отбился от двух дропов. Все правильно сделал. Здесь отбился. Хорошо, да. Медевак, правда, улетел на последних хитах, но ничего страшного. А, нет, он не улетел. Последний выстрел получил, сдох. Здорово. Где наши брудлорды? Готовится уже. 3-3, там грейды, первый грейд на технику. Ой-ой-ой. Где же брудлорды? Брудлорды нужны, брудлорды. Сейчас, если четвертую спилят, то будет все не так хорошо. Сливка ставит нычку слева. И вполне возможно, ему придется отдать четвертую базу. Или забежать на третью. По красоте, собаки побежали, сливаки, убиваки, убивать третью базу. Внизу посмотрите, посмотрите, сколько псов. Бункера нету застроенного. Застроенного нет, но есть танки, свежие марики. Блин, ну что ж ты делаешь, ну? Да, и бункер есть хитрый. Но он пустой был, так что можно было ворваться. Так, а тут что у нас? 3 КСМ, 6 мариков, штурмуют базу, инфесты терны откидываются, медваки цепляются, и сливка пытается убить, забегает сзади на танк, бейлингами, закидывает инфесты тернами. Зачем? Ну, тут что-то шахматный порядок очень жесткий, нет? Ну, жесткий, конечно, но... Но тут появляется вопрос, в стиле там Суворова, да? Что лучше, сдать нычку или дать бой? Если бы он поправился, и Женя тоже подтвердил. Кутузов, конечно же. Я про Суворова что-то. Вышло все неплохо. Правда, бейс уже готовится к брудам. Тихонечко. Скорее бы. И там уже 3-3 грейды будут к брудам первым. Да, все не так хорошо. Ну, то есть, не будет сливки такого ударного кулака жесткого, четкого, с кучей манны инфестров. Лимит у него хороший. Лимит хороший. Непонятно откуда. Просто не дали толком собраться пока еще. Ой, там танки складываются, а зачем? Что он валить собрался от зерглингов? Да, он сложил несколько танков. Бейлинги хорошо взорвались. Мариков. Но размен все равно получается в плюс сливки. По лимиту посмотрим. Ой, инфестров нет, давай! Да не, я бы не сказал, что в плюсе. До заказа-то у него плохой размен был. Игрейды там 3-3-то не делаются. Такие постоянные размены не очень хорошо для зерг. Так, там на четвертый планетарк или орбиталк? Будет планетарк, похоже. Хотя... Не успеет. Да. Неплохо подъел еще рабочих, да и 3 мула свеженьких, которые были кинуты. Жалко, жалко их катать. Да и время выиграл себе. Очень нужно. Собаки, собаки отдаются ни за что. Может, он их специально сливает на 200? Это точно не специально. Правда, у него грейды на собак плохие, это может ему дорого стоить. Ой, какой большой дроп летит на мэн, 4-х медваков. Там есть кто-то у нас? А, там и группа небольшая, и собак, и бейлингов. Сливка, реагируем? И забегание в это время на четвертую нычку, просто через атаку пытаются убить. Здесь, кажется, неплохо сплитит ДБС. Да, и там грейды 3-3, очень жесть. Да, микозить нужно нижних. Ой, хорошо, микозил, но потерял четвертую базу. То есть сейчас нужно рабов переводить на левую четвертую. Здесь есть плетка, небольшие группы. Ой, тут много плеток. Ой, марики как на Тауэр Дэфенси отдаются. Большая часть мариков просто сдохла. Напрашивается контратака на четвертую базу от сливки. Потому что сейчас было слито порядка 50 лимита боевого. Да, у ДБС вообще лимита нет. И он его не штапует почему-то. У него 3 маленьких строй. Просто с деньгами. Проблема с минералами. Не, мне кажется, у него минералов много было. Он просто заказал в ряд кучу. Интересно, армор успеет доделаться? А мне кажется, все равно брудлордов здесь не остановить парой викингов. Ой, тут что-то танков перебор еще. Да, бруды. Да, и там столько караптеров, смотри, викингов даже не будет, считай. Так что бруды плюс инфестры с караптерами уже большую часть работы сделают. Да, ДБС неплохо дропнулся, но... Ох, сливка там такой... Ты видел на камере такой довольный? Подпрыгнул аж. Я сейчас посмотрю. Кулаком так. Хопа, да, да. Не расстраивайся, ДБС. Сливка хорош. О-хо-хо-хо! Ты видишь, это арбуз. Это арбуз с вырезанным сливкой. Хорош. Человек-арбуз. Такой же круглый. Чего бы на сливе это сделал, да? Красавчик, красавчик. Давай, мы видим и болеем, давай. Такой прям, смотри, собрался такой. Шмыгнул носом. Сталивар. Сталивар, да, сталивар. Ему еще надо с собой балку носить с никнеймом. Люди в доме в доме очень сквозны. Так что, что случилось в Клауде? Ты должен просто проверить. Ну, это не было. Чекать мой твиттер. Но это за все плохие причины, да? Я не знаю. Давайте проверить на этот компьютер. Это как ритуалы, которые мы имеем в каждом хомстере. Справа Клауд, кстати, из интерлей... Ээээс, альтернейт. Сливка. Форма хороша, да? Такая яркая, контрастная. Давно, правда, ее делали. Давно-давно, но... Почти уже года полтора-два, наверное, вообще не менялось практически. Только один спонсор. Добавился. Посмотрим, чем ДБС нас удивит. Ну, морально очень хорошо, когда ты первую карту выиграешь. Единственное, что... Вот, плюс сливки, то, что ему пофиг, он не умеет по-другому играть, поэтому его не склонят с счета 1-0 в пользу каких-нибудь чизов, типа, чтобы по-быстрому закончить. А то частенько после 1-0 пытаются... На халяву закончить. Мы говорим, что нет сливки, это не безопасно. Он говорит, что я из России, это все хорошо. И он просто вышел с большим честом, ходивая в середине улицы, как босс. Но он не выглядит, как человек, который бы хотели разговаривать. Но в Бразилии... Что ты думаешь, когда ты будешь больше страшен, в Бразилии или в России? Я не думаю, что в Бразилии им больше страшен. Серьезно, что они сливки. Там стримеры делятся, спрашивают, где тебе страшнее было побывать, в Бразилии или в России? Роттердам пытался ответить на вопрос. Что ответил? Сказал, что у меня и там, и там все было хорошо. Тут кто задавал вопрос, сказал, что я в России боюсь. Да, тут страшно. Медведи, опять же. Ну, медведи, это как раз не самая страшная наша беда. Медведи, это не беда. Медведи, это добро и... Да забей в ролике на ютубе «Россия, медведь, жертвы» и посмотри. В некоторых удаленных городах там медведи нормально крышуют. По хребту там лапами стучат. Какие страшные ролики ты смотришь. Да не говори вообще. Как называется карта, кстати, наверняка знаешь эту экзотику. Конечно, знаю. Ну так, судя по картинке мини-маппе, педобир. Летучая мышь. Летучая мышь. Посмотри, видишь, мордочка и крылышки. Действительно похож. Посмотрите здесь вот носик у мишечки и глазки, глазки. И он лапками тебя как бы обнимает. Прикольно. На мини-маппе сказал, что это педобир нарисован. Извращенец. То он на экслорда, на 14-летнего, милым называет, то педобиров на мини-маппе видит. Это педобир летучая мышь, я тебе говорю. Понятненько. Окей. Так. Ну что, тут, кстати, не проксили? Нет? 15-я ТЦ, видимо. Это хорошо, это правильно. Я не думал о том, что вся клавка говорит, что там что-то плохое на моем Твиттере. Это будет мне еще больше подписчиков, милый. Это абсолютно невероятно. Это как снегбалка, снегбалка, снегбалка от контроля. Мне нужно больше людей, которые идут на моем компьютере, которые сейчас не окружены, и пишут длинные вещи на моем Твиттере. Но в конце дня я сейчас будет 50 тысяч рублей. Ну, все-таки, мне кажется, после барака более резонно против зерга делать. Чтобы вот так вот еще не отвлекаться там PSM-ами на дронов, бла-бла, бла-бла, бла-бла. Все равно ты меня не слушаешь, бла-бла, 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 бла. Так что делать, Резонни? Что? Ты не договорил предложение. Сначала барак, потом ЦЦ. Это поспособствовало бы анти. Это-то понятно, но Сливка-то не рискует. Он пришел, увидел и поставил. Ну вот именно поэтому и не надо делать ТЦ раньше. Зачем? А я, например, вообще люблю через 14-й пул играть против тиранов. Да. Таких, как ДБС. И что бы он сейчас тут сделал? Что бы сделал? Да, что бы сделал. 6 собак бы прибежало и что? Что, Марик, КСМ-ки и контроль? Да не было бы еще даже Марик. А тут 6 собак, все бы сожрали. А мам, мам и все. ГГВП. Не верю. Что ты не веришь? Ну, гол сыграем. Ты Теран, я Зарк. Создавай. На гуд гейм. Ах, маленькие ставки. На два гуд гейма. Где же я тебе второй-то достану? А я свой аккаунт в Диабло ставлю. С персонажами на софткоре? Лучше не упоминай. И на хардкоре. Ну, по крайней мере, у меня есть персонаж 60-го левела. Чем ты на маску смотришь? У меня есть экспа и предметы. Что за экспа у тебя есть? Экспа жизненная, человеческая экспа. А, да, это бесполезная штука. За определенную сумму я могу тебе даже передать часть своего опыта. Да, мне нужен мне твой опыт. Смотрел я его. Как выкурили. На инрейдженном боссе. Это настолько тупо. Я не хочу отдаваться. Спасибо. Ну, если ты вдруг наиграешь 150 часов на хардкоре, то обязательно обращусь к тебе, чтобы ты сделал моего персонажа. Да, да. Обращайся, тогда поговорим с тобой. Дошел он до 60-го. Давай, удачи. Да, да. Если мне куда яст, я сразу за советом к тебе обращусь. Ой, такой ты умник. Ладно. Ну, так надо на реальные достижения смотреть. Что у тебя там есть? Мертвые персонажи пачками? Ну, например, второй, третий персонаж в хардкоре, по крайней мере, в Европе по скорости. А ты, пройдя игру на софткоре несколько раз, наконец-то, спустя две с половиной недели, докачался до 60-го левела. Ну-ка, покажи мне свой 60-й левел. Есть записи, есть записи. Нет, мне живой нужен, что записит. Толкус твоих записей. В общем, ты понял. Давай лучше по игре. По игре все плохо у сливки. Все ужасно. Сейчас заедут, пыщ-пыщ, сожгут все ОГБ. Да нет, все на самом деле очень неплохо. Банша без инвиза, сейчас будет залет-заезд. Скорее всего, жестко зафейлящийся. Есть такое у меня подозрение, потому что он что-то ждет, ждет и ждет, и сейчас как раз будет залет-заезд в самое удачное для сливки время. Когда у него тут спорка, да, делалось, там линги сейчас подвигут. Ой, вот это опасный момент. Очень много рабочих сейчас может погибнуть потенциально. Хотя позиция хорошая, и Беллинги не дадут гелионам заехать дальше. И зажал он неплохо гелионов между минералами. И в результате где-то половина геликов отдалась в этом заезде. Убив где-то всего четырех рабов. Шесть в общей сложности. Неплохо, неплохо. Так. Там он еще и баншу в это время потерял. На мэйне? Да. Выдвигается на третью базу. А куда он выдвигается? А, хитрое место какое-то. Направо вроде. Да, вот фиг знает. По-моему, по центру хочет занять. Да, странно летит. А там с центром рядом Зелнага получается, или что? Что-то за третья точка квадрат. Два, понятно, газа, а вот третья... Да, позже, хотя... Может, там три газа? Такие, да. Нички приятные. Да, три газа, нифига себе. Вот это имба. А это точно газ? Да газ, газ. Там планетарочку поставил, и вообще сидишь, улыбаешься. Еще бы золото тут вместо синих. Только ему нафиг не нужен. Третий газ. Ему и так газа завались. Ну, это уже другой вопрос. Мог сэкономить на других нычках. Поставить там. Вообще приятнее, наверное, Тосу такую нычку ставить. Это да. Да и Зергу неплохо. В муту, когда играешь. Ой, дропчик. Дропчик убил парочку рабочих и попытался убить газ. И в результате потерпел поражение от квины и собак. Да, газ не особо трубивать. Да, смотри, он три газа поставил сразу. Зачем ему столько? Не знаю. Гастов? Масс грейды? На масс грейды у него все должно хватать. Да. Но только если масс воронов он собирается делать. Еще как-то можно тогда понять. Ну, три газа сразу ставить. Так, окружаю трех гиллионов в центре. Хорошо. Окружил, съел, профит. Так на четвертую базу Сливка будет выходить? Или он так и будет на трех базах сидеть? Он боится, видимо, что его сейчас пойдут пушить, но четвертую-то можно заказать. Ее можно просто не раскачивать. Я не понимаю, у Сливки есть там Бейлин? 40 псов. Он что, собирается в атаку идти? Хотя до 2-2 какая, к черту, атака? Мне кажется, он собирается принимать жестко. Он не знает просто нычки. Вот и все. Он чекает третью. Третья нет. Справа он на этом стоит. А об этой нычке он не знает. Он собирается жестко-жестко принимать выход. Типа с двух баз, видимо. Тут он сильно ошибается. Да. А тот спокойно сидит, копит. Да, смотри, старпорты, похоже, правда будут. Большие? Сгончими? А что еще там можно сделать? Ну да, Ворренесгончими или масс-викинги. На викингов газа не так много нужно. Ну да, но плюс один тон делает им. Делает. А тут только шпиль, то есть еще Хайф даже... Воу. Как поздно-то. Хайф только заказан вообще. Да, но Слив как раз стал заложником псевдоразведки. Нет, и на третьей базе, и все. Он там так часто бегал, так часто проверял, и до сих пор проверяет. Да, что ему казалось, что прям точно должны прийти его пушить. Опа, дроп. Так, а тут немножко сдержат роучи, удар, и добегают собаки. Сливка неплохо принимает дропы, надо сказать. Вот разделяет войска, оставляет кучки. Да, вот сейчас уже по радарной вышке становится понятно, что третья база там есть. С очень высокой вероятностью. Потому что переносить так просто линию фронта и ставить там радарную вышку, терны не рискуют, как правило. Ну, а может быть, сказалось то, что не слишком часто на этой карте Сливка играл. Да, Ворренесгончими. Блин, а это с контролем Сливки-то большая проблема будет. Ну, цепануть микозом, накидать инфестидов, и... Это да. Хотя он контролит относительно неплохо. Но тут нужно прям очень хорошо. Зато смотри, он сейчас нычку с кучей газов займет. Правда, он, по-моему, третий не поставил. По-моему, вообще не знает, что там третий есть. Двойной дроп на нычку. Поубивал где-то пять рабов, но собаки довольно ряда. Да, смотри, он не знает, что тут три газа. Ну, как не знает, все собаки его окружили, видят. Но он, может, думает, это фигня какая-то белая. Через этот... Через газ не получится рабочим таскать. Ой, через туман получается. Он же окружен таким вот образом. Ай-яй-яй-яй. 200 лимита. Даже ДБС быстрее лимит нарастил, чем Сливка. Да, и при том качественный. Правда, у ДБС очень большое желание убить хоть один газ, но где-нибудь у Сливки. На этом уже какой раз дроп теряет. Ну, вороны, конечно, блин, могут зажечь. Опа, сейчас можно нычку съесть. Смотри, это небольшая группа, рабочие еще переводятся. А достаточно далеко ДБС находится, и он даже рабочих не сейвит своих. Это очень большая ошибка. Да. Потерял где-то 20 боевого лимита, потерял около десятка еще рабочих. И отдает по кусочкам армию свою. Можно было, кстати, дальше ехать. Ну, он думает, что там танки. Угу. Там есть танки, но... Они далеко разложены. Опа, опа, опа. Нападает Сливка на нычку. Взрывается бейлингами, неплохо взрывается в пехоту. Но лимит тут хороший, конечно. Видит воронов, между прочим. Накидывать инфестидов можно. Ох, 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 ох. Нет, там очень много танков, по-моему. Да, они повзрывались тоже от инфестидов. У Сливки реально бабла. На руках огромное количество. 95 рабов. Он взял сейчас и дозаказал себе 200 лимита. 13 инфестеров и 70 псов. Правда, зачем против воронов псы нужны? Хотя я не знаю, насколько эффективно в груду собак кидать. Тут вообще уже как бы и ультралы нужны. Я не знаю точно, как контрить масс воронов, которые копят манну. Ой, там пойдут еще батлкрузеры. Смотри, Ямато пошел. Да. Хотя это странно, что Ямато... Да, там был под заказ. Ну, вообще странно, учитывая то, что доминации по воздуху нет. Викингов там не так много. И странно, потому что у Сливки караптеров довольно много. Да, но вороны, конечно, могут сильно порешать в этом плане. Ох ты, схватил дроп 1, схватил дроп 2, минус 20 лимита сейчас у ДБС. И сейчас пойдет, пойдет Гонча, 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 Гонча. Полетела. Не буду комментировать, потому что у меня чуть замедлено. Сливка убил нычку, но потерял где-то 3 инфесторов на Гонча. С другой стороны, убил 2 дропа. И это размен, безусловно, ему в плюс. Потому что убил нычку. Ресурсов у него на руках дофига. Вороны прилетели, туреточки поставили. Туреточки, собачки... Там какой армор, кстати, у туреток? Там же наверняка с грейдом. Вроде. А, если с грейдом, вроде 3. Значит, грейда еще не было, потому что слишком быстро развалились туретки. Но зато вороны не улетают от караптеров. По скорости или как? Да. Караптеры быстрее, вроде. Если, правда, будет поддержка с викингами, то там может быть стэк и... О, забегает мариками ДБС на пятую базу сливки. Тут не так много рабов. Но неприятно все равно. Суть-то в том, что там четвертая ДБС тоже стоит, пусть хиленькая, но... На ресурсах мы видим, что все равно у сливки ситуация лучше. Он и разменивается чаще в плюс, и... Да. Добывает больше. Просто если у воронов будет максимальная манна у всех, то может получиться неприятность. Хотя их всего 4. Да, он на них забил, потому что нужно было и викингов подстроить из этих же космопортов, и батлкрузеры вроде как тоже вложился в стимпак, в Яматы и в манну. И нужно их тоже делать. Поэтому... И в воры тоже. Угу. Сейчас посмотрим, что получится. Три ворона у него всего. Три. И что делать с таким количеством брудлордов? Там викинги у него есть. Ой, полетела гончая одна, маны на вторую нету. Три инфестера. Ой, у меня лак. Ой. У меня все... Да, тоже зависло. А-а-а! Крашнулся. Сливка почесал плечо. Плюс 20 кпм. Киндер-шоколадку надо съесть. Говорят, подхватят сейчас игру через лаптоп, поэтому не стоит переживать раньше времени. Они возьмут, видимо, сигнал через другого компа... А, нет. Странно. А, это Роттердам был. Неон Кастер, оказывается. То есть он комментирует на неон Кастер? Здорово они там. Прикольно. Да, не только в России есть проблемы с интернетом. И не только с интернетом. Тут Старкрафт вроде как выпал. Так, ну, что сливки? Четвертую давить. Вот он начал газ собирать. Возможно, этот газ не стоял, потому что он в отдалении по сравнению с другими. Там нужно 4, как минимум, раба, а лучше 5 для того, чтобы таскать. Так что это такой убогенький газ получился на проверку. Блин, сливке нужно очень много газа, и нужно ультралис каверн с грейдом, чтобы в случае размена хорошего заказать линго ультралов и задавить. Потому что каждый раз после размена делать брудов, это очень дорого и очень долго. Тогда давить ими нельзя никак. А куда выходит сейчас ДБС? Интересно. Какая-то у него там группа через центр идет. Да, я вижу. Небольшая... А, это сдача танков. Хочет нычку, наверное, отменить заодно. Танк на марше. Ну да, пострелять по рабам. Подразложиться. Но они здесь реально такие, уже слабенькие получаются. Надо более качественный лимит делать. Тем более, что 200 лимита и газа столько. Есть возможность тех же самых бутылкрузеров делать, которые и с инфесторами неплохо, и с крапторами могут поговорить. И с брутлордами, естественно. Ой, хорошо микозом ловил, смотри! Вот это провал. Вот это провал. Просто провал-провал. Да, провал-провал просто. Взрываемся. Взрываемся, пацаны. Продавливаем. Пишем ГГ. Там, правда, под заказ, типа, попытка отмасить. Но ресурсов в ноле ДБС. Он эту нычку точно отдает. Пипец. Играл, играл, да, в итоге. Один раз в кучу собрался, и давай, до свидания. Вот это Валера. Бывает. Концентрация нужна. 25 минут. Теряет и четвертую, ой, пятую базу. Это гуд гейм. Сливка 2-0. Сливка выходит из группы. Достаточно уверенно. Так, все. Не знаю. А кто с ним рядом? Погладил его по руке. Кто это? Короче, сливка, типа, дай пять. Сливка, смотри. Он его взял, взял его руку в руку, а второй сверху погладил. Так, и явно с видом таким. Ты молодец, сладкий, да? Да, довольно такой. И смотрит он куда-то. Ну, типа, руку такую здоровенную подает. А что с ним не делать? Возьму-ка я ее нежно. А то, петулечку, если я отвешу, потом не поймешь. Ну, если вдруг там, мало ли что, ты этих русских не поймешь. Целуй мне руку. Я выиграл. Потому что он реально испугался. Арбуз, да. Да, он показывает на стриме арбуз с вырезанными. Ну, молодец, сливка. Действительно, молодец. Завтра будет второй групповой этап. А у нас, кстати, стрим сегодня постепенно подходит к концу, потому что это был, насколько я понимаю, один из последних матчей в группе Г. Выходит, у сливки 2-1. Выходит кореец Йонг-Гуа и сливка. Первое и второе место, соответственно. ДБС с Шэтом не выходят. А во второй группе у нас Монч Мочит. И он реально под вопрос ставит... Ну, как, он может вписаться вот в эту парочку. Либо MVP, либо Golden. То есть там 1-1 у того, 1-1 у другого, и у Монча 2-1. То есть, ну, реально получается, что... Очень хорошие шансы, что кто-то не выйдет из корейцев из группы. Там надо смотреть, конечно, по очкам, смотреть по личным встречам, смотреть там по картам, не знаю, почему они там еще смотрят. I'm drunk. Надпись на табличке у человека, и он допивает из бокала пенный чай. Где сетка? Сетка будет послезавтра. Почему послезавтра еще вторая группа будет? Да. Да, она будет откровенно сильнее. Вроде вообще от слабых игроков практически не осталось. А что на втором стриме у нас идет? Там пустота. Понятно. То есть остался у нас только официальный стрим, и, скорее всего, там будет последний матч, что-то вроде Night End против либо Golden, либо MVP, там с кем не играли. По сути, Night End может им просто жизнь испортить, а себе уже ничего не может выиграть. Сейчас я отойду на минуту. Это серьезный консилиум, короче, у нас семейный совет. Давай, давай. Я пока помолчу. Много значительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Читаем комментарии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Афнубин... Афнубин, Афлубин у нас был товарищ. Приводит цифры по посещаемости, видимо, по... по СК2ТВ и по ГГ. Ссылочку, пожалуйста, любопытно. Хотя и там, и там лайфинтернетовские счетчики открыты, скорее всего, где-то из открытых источников взял. Вот он, сливочка, сливка, сливка. Довольный! С арбузом. С арбузом. Может, его не сливка быть, а арбузик, или что-то в этом духе? Видишь, с чем его ассоциируют? Да, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пару советов для Монка 58-го на ХК. В третьем акте Хэлла попадаются жесткие паки, идти ли во второй? По ощущениям, скорее всего, 58-й вроде у тебя не РДС появляется, так что есть второй шанс. Но есть ли ощущение, что следующий пак может для тебя стать последним, особенно в третьем? Там же много интересных монстров с родными бафами. Стоит вспомнить хотя бы Сукубов, на которых гуфнулся Пипс. Ну, во многом из-за того, что они снижают армору в два раза у Барбов и Монков. Есть фейс-чуваки, которые телепортируются к тебе с хорошим мили уроном. Там паки могут быть очень жесткие, так что лучше перестраховаться, тем более, что это хардкор. Это софткорщики могут умирать. А, ничего страшного. Все в порядке. Респоноси, побегу дальше. У нас все серьезно. Идра постоянно около сливки, теперь они братюни. Маловероятно. Лучше дай фотку, как он ему руку гладит. А вот кто это? Найт Энд слева сидит? Я вот так и не понял. А кто это? Блинк. Блинк, наверное, да? Скорее всего. Дигнитес, да, форма? Помнишь? Угу. Да, блинк. Пускай не фанда героев постримит. Пускай. Я-то только за. Да, Эпиф. Но это был очень странный жест. У него были немножко потерянные глаза, поэтому, мне кажется, он реально не понял, что делать с этой рукой. Ну, знаешь, если бы мне кто угодно подал бы руку, вряд ли я...